Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука! Сегодня я хочу поговорить с вами на очень серьезную тему и тему эту задали мне мои подписчики и зрители. Это реакция на мое недавнее видео относительно опасности некоторых практик, которые мы осуществляем в саду и в огороде, а именно мульчирование и в определенной степени компостирование. Ролик, который я выложил относительно вот этого аспергила фумигатуса, аспергила дымящего, который очень сильно размножается в компостах и в мульче, которая называется горячая, активная, которая проходит через фазу сильного разогрева, он вызвал очень сильный резонанс, причем абсолютно не тот резонанс, на который я рассчитываю. Ну, это, конечно, большая ошибка всегда рассчитывать на кого-то, что он там что-то по-другому сделает, но я рассчитывал на иную реакцию блогеров, на ответственную реакцию, на компетентную реакцию, на уважительную реакцию по отношению к зрителям и тем, кто блогеру доверяют. К сожалению, я ее не получил, поэтому мне придется самому среагировать адекватно, как мне кажется, на мое же видео. Хуже неправды, только полуправда. Неправда, она, понимаете, распознается достаточно легко широким кругом людей, а полуправда, ее часто используют политики в своих делах, и там нейролингвистическое программирование, специальные курсы есть на эту тему, да, как убедить людей в том, что ты прав, хотя ты не прав. Оно такое есть, да, но я этого всего не люблю, и поэтому буду говорить то, что знаю, то, как считаю, и подкреплять это какой-то определенной фактурой. Итак, первое, что хочу сказать, что я ни с кем не борюсь, ни с какими блогерами не борюсь и ни с кем не соревнуюсь. Пожалуй, где-то со средних лет тинейджерского такого возраста я борюсь только сам с собой и соревнуюсь сам с собой, потому что нет сложнее задачи, чем победить свои же собственные достижения, сделать еще один шаг вперед самого себя. И это, наверное, самая главная и самая тяжелая борьба, если можно так назвать, или самосовершенствование, или прогрессирование, или что-то еще, чем есть. Слушайте, ну зачем мне с кем-то соревноваться? На одном канале почти миллион подписчиков, здесь почти 200 тысяч подписчиков. Кнопка уже пришла, скоро буду показывать, когда 20 тысяч наберется подписчиков. Будем поздравлять друг друга с этим событием. Вот, зачем мне с кем-то соревноваться? Что касается тегов, грешен, каюсь, утащил теги с канала ВОГОРОДЕ ПРО. Утащил теги. Есть такая штука, действительно, как теги, как бы ключевые слова какие-то, хотя YouTube пишет, что они совершенно необязательны, но все-таки мы стараемся их, блогеры, записывать под своими видео. И иногда, когда времени нет, нет, просто таскаешь эти теги у каких-то, ну, вполне успешных блогеров. Ну, ничего страшного, слушайте, у меня таскают целые видео, названия видео, сюжеты видео, таскают чуть не с первого дня, как я появился на YouTube. Ну, пусть таскают, слушайте, ну, людям польза, по-любому люди, лишь бы в пользу было, лишь бы не перевирали, и лишь бы там не искажали факты, потому что иначе потом концов не найдешь, откуда это все взялось. Хорошо. Поэтому никакого злого умысла, соревнования, чего-то еще нет абсолютно. Не надо впадать в паранойю там или в манию величия, что против тебя все там и все остальное в этом роде. Что касается самого аспергила фумигатуса. Прежде всего, надо сказать, что да, действительно, аспергил фумигатус, как я и говорил, обитает очень много где, но прежде всего он сопряжен с растительными остатками. И то, что он находится там на кухне или там еще где-то, это его абсолютно вторичное появление. Первичное появление его вот здесь природа. И больше его, конечно, в траве, в гниющей траве, в разлагающихся растительных остатках. Это его абсолютнейшая естественная ниша обитания. Хотя найти его действительно можно где угодно и повсеместно. Что касается концентрации, спор, да, об этом я уже говорил. Ну, а что касается опасности, я начну вот с чего. Мы живем в удивительном мире во время перемен. И перемены эти, к сожалению, обусловлены не самыми лучшими факторами. Мы живем во время вируса. Мы пережили кое-как 20-й год, пережили половину 21-го года. Очень много людей болеет, очень много людей умирает. И нет ничего зазорного блогеру сказать, что, слушайте, ну то, что было год-два-три назад даже, да, там 4, 5, 10, 20 лет назад. Да, это все было очень хорошо, риски были минимальны. Но люди дорогие. Вот берем литературу и читаем. И там написано, что вот этот сбой иммунитета у людей, перенесших вирусную инфекцию неприятную, может длиться до полугода снижения иммунитета. Что до трети людей, которые болеют коронавирусом, они же одновременно являются носителями аспергила. Он вызывает у них все вот эти осложнения, а они тяжелее болеют. И умирающих людей от этой инфекции в половину больше в том случае, если они несут в себе аспергилл, аспергиллез. Поэтому, да, хорошая практика, да, растения очень хорошо растут, да, действительно, компосты получаются вот, отличные. Тут ничего, по садово-огородной части ничего нет. Но будьте бдительны, защитите себя или откажитесь от этой практики. И в этом, наоборот, огромное уважение человеку, что он в доказательство собственной правоты не кладет на алтаре этих доказательств здоровья и даже жизнь своих подписчиков и тех, кто ему доверился. А он говорит прямо и честно, что ничего страшного, ну я же не памятник. Все развивается, все науки развиваются, знания развиваются, и мы развиваемся, и ответственные блогеры развиваются, и дают вам новую информацию. И в этом нет ничего зазорного. Почему надо так сопротивляться этому, и почему надо скрывать факты, почему надо недоговаривать, почему надо транслировать полуправду, ну это абсолютно непонятно. Следующее, что хочу сказать, что статей, кстати, которые поописывают то, что люди действительно несут в себе Аспергилл, это и журнал «Ланцет», и многие другие, публикаются и сотни на эту тему. И уж если она апеллировала к научной литературе, то очень стыдно, что она не проверила те факты, о которых я говорю. А наверняка ведь проверила, но не сказала. А может, то есть либо некомпетентно, либо что, недоговорила, скрыла, манипулировала. Да, ну это все, это в любом случае, это все стыдно, да, и некрасиво. Хорошо, следующее, о чем я хочу сказать, по поводу горячих пакетов. Ну, во-первых, я не хочу драматизировать ситуацию никогда, да, и сказал, ладно, пускай, окей, горячие пакеты, там анаэробная среда. Я это очень подробно написал в комментарии, там уже огромное количество прочтений этого комментария, было разъяснений более подробных. Но на самом деле и вот эта трава в пакетах, она тоже несет опасность. Почему? Потому что разогреваясь, эта растительная масса лишается огромного числа конкурентной микрофлоры. Умирает и триходерма, и фузариум, и грибы там разные всякие, всевозможные, всевозможные там умирают. Аспергил, фумигатус, пылящий этот, дымящий, не умирает. И даже когда она остыла, и когда она выкладывается на грядку, там ворота открыты для инфекции. Даже не ворота открыты, а там поле чисто, понимаете, там в этой конкуренции нет. И фумигатус может размножаться так, как ему хочется, хотя уже и нагрева никакого нет. То есть нагрев в данном случае сам по себе опасен по той причине, что он очищает эту растительную массу от менее стойкой конкурентной микрофлоры. В принципе, Наталья сама про это сказала. То, что он не размножается внутри самого мешка, это правда. А вот то, что он потом активно размножается на этой мульче, после того, как вы её достали, охладили и проаэрировали, вот про это она уже не сказала. Что это такое? Некомпетентность? Умышленное сокрытие фактов? Введение в заблуждение? Что это такое? Ну, ответьте сами на этот вопрос. Для меня ответ на этот вопрос абсолютно однозначен. Следующее. Речь идёт о том, что если лежит куча травы, и она разогревается внутри, то в слое от нуля, от поверхности до 20 сантиметров, то есть и на глубине и 1, и 2, и 3, и 5, и 10, и 25 сантиметров, аспергил фумигатус, вот этот самый опасный аспергил, занимает до 75% тех организмов, которые там обитают. Это не опасно? На расстоянии 300 метров по подветренной стороны, если куча этой лежит и ветер дует, превалирующий, то на расстоянии 300 метров обнаруживаются высокие концентрации спор аспергилов у мигатуса. Если бы все были вокруг здоровы, если бы не было вот этой всей проблемы, эпидемической ситуации ужасной, ну то можно было бы опустить эту проблему. Хотя на самом деле японцы, да и в других странах, люди на земле работают в марлевых повязочках, чтобы вот этим всем не дышать. Но да, в целом люди в основном иммунокомпетентные, но сейчас другое время. И предупредить людей о том, что они сейчас надышатся этого аспергила, он там будет находиться в каком-то латентном состоянии, послезавтра подхватят инфекцию, слушайте, у них риск умереть и получить серьезнейшие осложнения, и в тяжелой форме перенести этот вирус, повышаются как минимум в два раза, а то и более, чем в два раза. А до 33,3% обнаруживается этот аспергилл в организме у болеющих вот этим вот опасным вирусом. Слушайте, это что, информация, которая ложная, или она не должна быть транслирована, или Наталья теперь в этом виновата, или что? Да не виновата она ни в чем. Слушайте, она отлично все рассказывала про эту мульчу, все было здорово. Почему сейчас надо биться за свою правоту, ценой здоровья и жизни своих подписчиков, и моих в том числе, у нас же одни и те же зрители и подписчики, добрая часть, по крайней мере. Но я слишком ценю своих подписчиков, слишком люблю своих подписчиков, слишком они мне дороги для того, чтобы не рассказать им об этом и не проинформировать их об этом. Посыл, что триходерма не лучше, для меня вообще, как детский сад, я там не знаю какой-то, сам дурак, да? А ты, а ты, а ты, сам дурак. Слушайте, если триходерма тоже выделяет какие-то токсины, это что, означает, что аспергил стал безопасен? Или это как-то отменяет опасность аспергила? Или это отменяет опасность мульчи, если триходерма тоже выделяет какие-то токсины? Ну и здесь полуправда, и здесь манипуляция. Почему? Потому что разница между триходермой и аспергилом в том, что триходерма не поселяется в лёгких, не живёт в лёгких, не выделяет токсины и не вызывает там новообразования. Она всё это делает на грядке. А аспергил это может делать и внутри нашего организма. Микроорганизмов, которые выделяют токсины, вокруг нас колоссальное количество организмов, которые выделяют токсины. Но далеко не все могут жить внутри нас. И то, что она приводит в пример, как мукор может поражать человека в условиях этой пандемии, это лишь подтверждает, что надо быть очень осторожным в отношении вот этой инфекции, связанной с аспергилом. Это как унтерфитерская вдова, которая сама себя высекла. «Слушай, ну если ты за... Так зачем ты тогда про это говоришь, что мукор даже вызывает инфекции? Так аспергил в 10 раз больше!» Слушайте, аспергил – это вообще повальная проблема. На самом деле, почитайте статьи, они же все есть в открытом доступе, всё опубликовано. И вот эта реакция абсолютно мне оказалась непонятна. Что ж, конечно, не надо впадать в панику. Откажитесь от каких-то практик своих, связанных с разогревом компоста, связанных с разогревом мульчи. Будет ли в негорячей мульчи расти и в негорячем компосте расти фумигатус? Будет. Но в негорячем вот столько, а в горячем вот столько. Разница есть? Чувствуете? Вот вам разница. И напоследок хочу сказать, что, пожалуйста, фильтруйте информацию, выбирайте информацию. Посмотрите, как много людей отозвалось в каком-то негативном плане, да, отозвалось. Может быть, это позиция страуса, может быть, это страх, да, закопать голову, сказать, буду жить, как жил, ничего другого нового не хочу знать. Лучше умру, но ничего нового знать не буду. Не хочу знать про какие-то опасности, которые меня окружают. Это свойственно людям, особенно в возрасте. Я сам по себе это чувствую, что с возрастом как-то новая информация уже дается сложнее. Там хочется жить в каком-то привычном, более привычном мире. Но, к сожалению, мы живем в изменяющемся мире, и мы это не можем изменить. Вот мы не можем это изменить. Поэтому мир будет меняться, и мы должны меняться, и ответственные блогеры должны меняться. И транслировать новую информацию, даже если эта информация связана с какими-то предыдущими советами, нет ничего страшного в том, что это поменялось, что теперь новый взгляд, на что-то, это лишь означает, что блогер компетентен, что он ежедневно и ежечасно отслеживает информацию, и ищет информацию. Для кого? Для вас ищет эту информацию, и вам транслирует. А тот, кто кладет на алтарь собственной правоты и собственного, вот я прав и точка, да, жизнь, здоровье своих подписчиков, ну, вам выбирать, кого выбирать, кого слушать, и кому верить, да, обмануться, к сожалению, очень легко. И обмануться на сегодняшний день, особенно полуправдой, очень-очень легко. Будьте крайне осторожны и будьте крайне внимательны к той информации, которую получаете. Лучше спросите несколько раз, чем зарывать голову в песок и отграждать себя от опасностей. опасности себя от вас не оградят. Они к вам в таком случае придут гораздо вероятнее. Что ж, надеюсь на понимание, надеюсь на здравый смысл и надеюсь на вашу осторожность. На этом я прощаюсь с вами. До встречи.